Ну, наконец-то! Информационными помоями начали поливать людей, которые действительно что-то делают на своих постах. Про травлю молодого губернатора Хакасии Коновалова вы наверняка уже в курсе. Всю прошедшую неделю в эфире лживых теле Ели каналов народу рассказывали сказки о том, как команда избранного главы чуть ли не миллиардные зарплаты себе назначает. Теперь вот до мэра Якутска в Ксентьево и добрались. Всего 4 месяца в кресле главы города эта чиновница пребывает, а уже успела сделать столько важных и нужных вещей, сколько за 30 лет существования Новой России ни один градоначальник до нее не исподобился. Популярность этой женщины растет в геометрической прогрессии, ее уже вся страна знает. Само собой, что такое положение вещей ни разу не вдохновляет ребятишек со Старой Площади или Кириенковских, так будет понятнее, но противопоставить что-то слишком деятельной Сардани они не могут, а потому решили пойти по старому, доброму, проверенному пути. Ну давайте ее в СМИ обсудить начнем. На днях во всех федеральных средствах массовой деградации появились такие вот статьи. Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей. Еще раз, для тех, кто не успел переварить. Эта новость болталась во всех федеральных СМИ, ну вот, пожалуйста. Комсомольская правда, РИА Новости, Раша Тудей, ТАС, Вести, Российская газета. В общей сложности 7 219 источников. Данную статью перепечатались. Чего бы это? Федеральные журналисты и на более глобальные вещи-то внимания не обращают. А тут какой-то Якутск, какая-то школа, потолок этой новости. Регионы 7 тысяч источников ею вдруг заинтересовались. Мне это все понятно. Я давно в этой профессии, потому что... Но для вас все-таки дообъясню. Я решил пойти дальше и найти первого, кто об этом сообщил. Бинго! А первым был информационный портал Ньюс Якутру. Вот это статья, на которую ссылаются все федералы. Что это за портал такой? Кто владелец? Владелец вроде как частная компания Интернет Медиа Сервис. Генеральный директор некто Антон Жондеров. Опа! А он еще и главный редактор новостного портала, на котором появилась данная статья. И вот сейчас внимание, а-ли-оп, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта. Еще вопросы? Начинаем! Теперь о том, а что, собственно, могут противопоставить представители власти, то есть Сардане, а ничего. Потому что вся их политическая деятельность на протяжении 20 лет это одна сплошная болтовня о сказке для дурачков. Вот у меня в руках манифест партии «Единая Россия» от 2002 года. Я эту бумажку хорошо помню. Ее во все почтовые ящики в свое время рассовывали. На улицах людям раздавали. Пропагандисты данный документ цитировали. Именно документ. Потому что к документам эта писулька никакого отношения не имеет. Ну, давайте пробежимся по основным тезисам. В 2004 году каждый житель России будет платить за тепло и электричество в два раза меньше, чем сейчас. В 2005 каждый россиянин начнет получать свою долю от использования природных богатств. В 2006 у каждого будет работа по профессии. А в 2008-м каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье вне зависимости от уровня дохода гражданина. К 10-му построим транспортную мегамагистраль из Санкт-Ленинграда через Анадырь в Токио и Владивосток. Оттуда в Брест. К 17-му наша страна станет лидером мировой экономики. Что из этого сбылось, господа? Хоть один пункт мне назовите. Хоть один. Да хрен с ним. Полпункта. Ничего. Абсолютно. Ноль. А поэтому как избиратель я заявляю, что Единая Россия это партия популистов или опять какие-то марсиане помешали. Враги из созвездия Кассиопе. Ах, ну да, об этом-то я чуть не забыл. Что ж такое 8 тысяч? Это он министр. Многие в нас вытирают. Пенсиями будем заниматься по стране. Мы не можем сделать только в одном месте. В одном месте пенсии. Мы уже задали индексацию. Где она-то в прямой индексации? Ее нигде нет. Ее нигде нет. Мы вообще не принимались. Просто денег нет. Кстати, в кадре вы только что видели председателя данной партии. Это не только председатель правительства страны. Я вот сейчас к вам, господа соотечественники, хочу обратиться. О какой стабильности вы постоянно бредите? По-моему, стабильность у нас только в одном. Наши элиты нам стабильно врут. А поэтому, что предлагаю? В сентябре в ряде регионов пройдут очередные выборы. Вы вот этот манифест, ребята, каждый себе распечатайте. Раздайте соседям, друзьям и знакомым, а еще повесьте дома. На самом видном месте и когда пойдете на избирательные участки, возьмите с собой. Прежде чем поставить галочку, еще раз внимательно перечитайте. Это реальная журналистика. Почему-то вспомнилась песня Лисы Алисы и Кота Базилио. На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь и делай с ним. Что хочешь, поехали! Ну и чтобы от темы не отклоняться, предлагаю продолжить. И теперь уже из 2002 года переместимся в 2008, то есть на 10 лет назад. И посмотрим, что нам власти обещали тогда. Итак, темпы роста ВВП 6% в год. В реале получилось 2, а это без учета инфляции. Теперь обещают 4. Средняя зарплата к 2020 году 2700 долларов. Но даже по лживому Росстату, который поет нам о каких-то 42 тысячах рублях средней зарплаты по стране, все равно 2700 в баксах не получается. Около 600 вырисовывается. Нынче уже до 850 ЗП поднять обещают к 2024 году. Не знаю, правда, как. Видимо, в Минфине и в Минэке надеются, что доллар резко подешевеет раза в полтора. Средняя пенсия в прожиточных минимумах. Обещали 3. Напомню, прожиточный минимум для пенсионеров сегодня 8 тыр. Поспрашивайте у своих мам и бабушек, какую пенсию им платят на самом деле. Дальше считайте сами. И, ребят, ну все у нас так. В России обещание прям все хорошо. В реальной какой-то полный привет творится. Причем неприглядный и непроглядный. Это была прямая трансляция пленарного заседания форума ВТБ «Капитал» «Россия зовет». В этом году его тема создавать партнерство и устранять разногласия. По традиции в пленарном заседании принял участие президент России. Он в своем выступлении отметил в первую очередь, что сегодня уже активно развивается и стабильно развивается российская экономика. И назвал основные параметры макроэкономические о том, каковы они за первые 9 месяцев этого года. Кстати, а мне всегда интересно, что там за шпаргалки наш президент на всех этих форумах читает? Это какая-то фантастическая литература? Или может у него просто внук родился, а поскольку Путин человек занятой и сказки для ребенка на ночь почитать просто физически не может, делает это посредством федеральных телеканалов? Может так? Тогда зачем нам это показывают? Ну вели бы трансляцию только для внука, раз малыш под такое чтиво засыпает. Хорошо мы-то тут. Причем? На низких уровнях находятся такие ключевые показатели, как инфляция и безработица. Безработица 4,7%, инфляция где-то 3,5%. Несмотря на попытки внешнего давления, известные внутренние трудности, отечественный бизнес выстраивает долгосрочные планы, наращивает вложения в развитие. Ага, а еще найдем сокровища острова Монте-Кристо и будет нам счастье. Ладно, тут все понятно. Хочу другой анекдот вам под занавес рассказать. Ой, сейчас посмеетесь. Заявление, которое вы услышите дальше, премьер Димон сделал на Гайдаровском форуме в январе. По-моему, это даже не аплодисменты. Это овации. Привычные модели, они комфортные, которые мы всегда создавали для того, чтобы спрогнозировать жизнь на 10, на 20, на 30 лет вперед. Соответственно, выстраивали будущую жизнь свою, будущую жизнь наших детей. Они все чаще теряют практически смысл. Очевидно, почему. Потому что планируем и всегда апеллируем к своему опыту. Вот, господа, только что на глазах у изумленной публики Дмитрий Анатольевич объяснил, наконец, почему же Россия никак с колен встать не может. А они экономику, оказывается, всю дорогу планировали на 10, на 20, на 30 лет вперед. Вы вообще можете себе представить, как это? Спланировать экономику страны на 30 лет вперед? Я думаю, что тут даже дядюшка Родж заикаться бы начал. А Медведев вот со своим правительством именно этим и занимались. Все предыдущие годы, ой, слушайте, это даже не анекдот. Это привет из дурдома называется, повторюсь. Ребята еще из 2000-го пытались регулировать, например, валютный рынок в 2019-м. Вот и дорегулировались. Кругом китайский ширпотреб, отток капитала из страны ужасает, коррупция чудовищная и единственная. Чем мы можем гордиться сегодня это снятие блокады с Ленинграда 75 лет назад? Ну что ж, ждем очередных прорывов, господа. Все, это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете, подписывайтесь тем и предлагайте. Буду ждать. За сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok